Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги! Рада приветствовать вас на лектории, организованной при поддержке Фонда исследований исламской культуры Ибн Сины. Сегодня у нас выступит Беренкова Наталья Александровна, кандидат исторических наук, доцент Института международных отношений мировой истории ННГУ Лобачевского с докладом «Шииты Ирака, Наджаф и Кирбила между государством и космополитизмом». Большое спасибо, Наталья Александровна. Я тогда возьму микрофон в свои руки. Спасибо большое за представление. Спасибо заранее тем, кто сюда пришел и, возможно, останется, тем, кто будет смотреть эту лекцию в записи. Начну с того, что я оговорюсь, что сегодня все-таки буду больше говорить об истории, а не каких-то современных событиях. Потому что, как мне кажется, многие как раз события, связанные с швидскими религиозными центрами, их лидерами, которым сейчас привлекается особое внимание, на самом деле повторяют тренды, сложившиеся уже ранее. И, в общем, мне показалось важным сконцентрироваться именно на этих исторических сюжетах, поразмышлять о вопросах идентичности, возможно, какого-то национализма, взаимоотношения с государством, как эти отношения выстраивались со стороны религиозных деятелей, светских, как они взаимодействовали с внешним миром, с другими странами и, собственно, ну, какими-то общинами в других арабских и неарабских странах. Надеюсь, будет интересно для вас, потому что Ирак представляет собой абсолютно другую модель, в отличие от тех, которых мы уже рассматривали в предыдущих лекциях. Вот здесь вы видите уже, наверное, на своем экране небольшой план, который я постараюсь придерживаться. Начнем с общей информации. Дальше поговорим об истории становления Ирака, скажем так, с швидским большинством, о том, какую роль играли и играют религиозные центры, семинарии, как менялось между ними, ну, скажем так, влияние распределялось, как иракские улемы взаимодействовали с внешним миром в 20 веке, в период монархии, в период становления республики, какую роль сыграло коммунистическое движение, как это повлияло на идеи, которые, собственно, витали в воздухе, и немножечко затронем политику партии БАС по отношению к швидской общине. Ну, я думаю, можно начать. Собственно, шииты Ирака представляют собой самую многочисленную шиитскую арабскую общину, и ее можно назвать самой, в общем-то, идейно влиятельной. В Ираке они составляют примерно 65-70% населения страны сейчас, то есть это порядка 19-22 миллионов человек. Вот здесь вы можете видеть как раз, что это самая большая община в количественном своем количестве в среде арабских, всех арабских стран, то есть больше только в Иране, Пакистане, Индии, которые не являются арабскими странами. Несмотря на то, что Ирак в целом в религиозном отношении можно назвать колыбелью шиизма, тут происходили наиболее важные события в истории, находятся главные места паломничества и ведущие религиозные образовательные центры, а, собственно, само паломничество в Кирбелла является, возможно, самым крупным паломничеством в мире, само шиитское большинство появилось, такое уже признанное, появилось где-то к середине, к концу 19 века. Это было время, когда основные кочевые племена, кланы приняли шиизм. Многие крупные города были в большинстве своими шиитскими, в то время как кочевые племена, путешествия вдоль границы Сирии, Саудовской Аравии, в основном оставались сунницкими и вместе с переходом, вместе с освоением аграрного и городского образа жизни переходили как раз в шиитское направление. Это было связано также с формированием государственности на юге Ирака, которое частично было прервано британской оккупацией в 1917 году, в 1917 году, и впоследствии продолжилось с установлением монархии в 1921 году. Собственно, ко времени британской переписи 1919 года число шиитов составляло примерно 53%. Это полтора миллиона из двух миллионов 850 тысяч человек иракского населения. И в 1932 году уже по переписи они составляли уже 56%. До этого, собственно, времени важным, наверное, важным фактором, который мы должны отметить, был тот факт, что Ирак долгое время оставался в такой своеобразной контактной зоне между Сифивитским Ираном и Османской империей. И вот мы можем увидеть на этой карте, что как раз территория, которая сейчас занимает Ирак, она постоянно была оспариваема двумя империями, то есть находилась на пересечении их влияния. И мы возьмем такой большой исторический период до формирования вот этого большинства. Два основных фактора влияли на историю шиизма в Ираке в промежуток 16-19 веков. Это, во-первых, постепенное освоение этой территории Османской империи, то есть долгое время османский контроль в отдаленных районах был такой достаточно номинальный, вплоть примерно как раз до 19 века. И оседание, постепенное оседание кочевых племен. То есть эти кочевые племена переходили к аграрному образу жения, это приводило частично к формированию старых кочевых альянсов, увеличивалась сельскохозяйственная продукция, торговля на юге Ирака. И такая интеграция в целом приводила к формированию более однородных религиозных взглядов, потому что перемешивались представления жителей вот этих вот городов, которые главными такими в тот период, мы еще будем об этом говорить, стали как раз вот эти священные города Наджев-Кербела и вновь обращенные в ашизм кочевники. Собственно, происходили изменения в социальной структуре племен, появлялись представители, новые представители, скажем так, элит. И, собственно, второй главный фактор, который повлиял на развитие шиизма в данный большой исторический период XVI по XIX век, это, конечно же, нахождение на территории Ирака вот этих священных городов. При этом нужно отметить значительное влияние персидских торговцев и улемов в этих городах, особенно когда было налажено такое взаимодействие каджаров и Османской империи об... было заключено соглашение об иранских консулах в 1875 году и о регулировании паломничества. То есть в данный момент, как раз к XIX веку, скажем так, на данной территории, мы говорим больше о юге Ирака, где более однородное в то время становилось население, собственно, шиизм стал такой унифицирующей силой и он не навязывался сверху, а, в общем-то, происходил путем, ну, как-то завоевывал свое пространство путем установления новых тесных контактов между городами и вот этими вот проживающими на юге племенами, переходящими к новому образу жизни. При этом иракская география, как вы, наверное, знаете, конечно же, особенно южнее Багдада, тесно переплетается с общей шиитской историей. Известно, что имам Али сделал город Куфа своей столицей, недалеко от него он похоронен. Сын Али и третий имам Хусейн погиб и похоронен в Кирбиле вместе со своим братом Алябасом. Многие шиитские имамы провели хотя бы часть жизни в Ираке. На севере Багдада в районе Казымия находится гробница 7-9 шиитских имамов Мусы Аль-Кадима и Мухаммада Ибн Али Аль-Джавада. Дальше на север в городе Самара находится гробница 10-11 имамов. И также, собственно, город Самары – это место рождения 12-го исчезнущего имама Аль-Махди. Собственно, таким образом шиизм в Ираке – это, скажем так, не просто религия, но еще и своеобразная культура и география, которую можно, скажем так, физически прочувствовать, когда вы там находитесь. В промежуток в 9-10 веках, когда шиизм проходил свой период, скажем так, становления, кодифицировались классические тексты, формировалась традиция. Основными центрами религиозной мысли были Куфа и Аль-Хилла. Далее в XI веке Пальма первенства перешла к университету в Наджафе. И, собственно, на протяжении всей истории центры шиитской религиозной мысли в Ираке соперничали друг с другом. И также с иранскими центрами в Куфе, с Фахане. Это происходило в результате разнообразных исторических событий, о которых мы тоже поговорим. Ну и в XIX веке можно сказать, что активность и вот такая известность опять вернулась в Наджафе Кирбелу. При этом этому способствовал, в общем-то, до определенного момента слабый контроль со стороны поздней Османской империи. И спокойное потом отношение к этому со стороны монархии, которое позволяло развиваться религиозным школам, мечетям, проводить различные фестивали без вмешательства со стороны государства. Ну и начнем, наверное, как раз с того, что поговорим о священных городах, их роли в жизни шиитской общины в Ираке. И первым, скажем, о Наджафе, который, как я уже упоминала, достаточно перманентно избегал излишнего контроля со стороны Османской империи и долгое время имел квазиавтономный статус. Он, в общем-то, мог достаточно независимо существовать за счет большого количества паломников, учеников религиозных школ, которых, собственно, этих школ насчитывалось к 20 веку, где-то около 19. И также важным моментом его существования являлось вот это огромное кладбище в Адьяс-Салям, которое является крупнейшим в мире. Там проходят ежедневные погребения уже последние 1400 лет. И каждый год еще прибавляется от 10 до 50 тысяч могил. То есть масштаб просто невероятный этого очень почитаемого места. Но у Наджафа вплоть до 19 века, вплоть до его, как я уже говорила, рассвета, можно сказать, было две основные проблемы. Это недостаток воды и периодически повторяющиеся набеги кочевых племен. До исследователей дошло обращение какого-то жителя к османскому губернатору в конце 16 века. В нем говорилось, что раньше в Наджафе было около 3000 домохозяйств, осталось 30, среди которых служители святыни в основном. И, в общем-то, острая проблема воды сохранялась вплоть до 1803 года, когда был построен канал Хиндия. И Наджаф вновь смог обеспечить паломников, но смог принимать их в достаточном количестве. И при этом город, нужно отметить еще два момента, что город он уже к тому времени, к 19 веку, он уже представлял слияние некой традиционной племенной и городской культуры. И в Наджафе к началу, мы просто имеем больше информации, все к началу 20 века, вот в Наджафе персоязычные и, собственно, персы составляли в Наджафе к началу 20 века примерно треть населения города. И мы посмотрим, как это развивалось дальше. В Кербиле, в отличие от Наджафа, на рубеже веков проживало примерно 50 тысяч, из 50 тысяч человек проживало персов примерно вообще 75%. То есть в Кербиле было гораздо больше представительства иранских или тех алимов и их семей, которые когда-то приехали из Ирана в Кербилу. В целом, в Кербиле было немного лучше с водой, потому что в 16 веке еще Сулейманом I был построен канал Хасаймия, который приводил туда воду из Ефрата. И в начале 19 века Хасан Паша, османский губернатор, также вложил усилия в строительство еще и дамбы. И это, в принципе, стабильно обеспечивало город водой. Собственно, предполагают, что именно этот факт приводил к тому, что Кербил и Анинаджаф стали новым центром притяжения людей, которые хотели получать обучение шиитское, получать образование шиитское после оккупации с Фахана афганцами в 1737 году. В 1843 году губернатор османский, опять же, Наджиб Паша устанавливает прямой контроль и силой подчиняет Кербилу, что в результате ведет к тому, что в свое время мирно перешедший под, ну скажем, согласившийся уступить в своих правах Наджев, перехватывает пальму первенства как учебный центр. И при этом уже во времена каджаров, каджарские власти прилагают больше усилий для обеспечения безопасности персов на территории Ирака. Что, собственно, также приводило к тому, что вот эти вот контакты, трансграничные, транснациональные международные контакты между шиитскими афтахидами, шиитской марджаи, они, скажем так, не прерывались, а налаживались. Я уже упомянула, что паломничество в Кербилу является, в общем-то, одним из самых крупных паломничеств в мире сейчас. Вот, например, на этой карте вы можете видеть, что в 2016 году количество участников достигло 25 миллионов человек. Эта карта показывает крупнейшие сезонные перемещения людей и, собственно, после Китайского Нового Года и Дня Благодарения, которые происходят внутри стран, когда люди ездят к своим семьям, возвращаются. Ничто не сравнится с китайским Новым Годом. Вот, Арбаин, он идет на третьем месте, но при этом он является как раз международным перемещением людей. То есть не просто внутри Ирака идет какое-то движение, а приезжают из-за пределов, из других стран в Ирак. Ну, конечно, нужно сказать, что Пазыми и Самары также представляют себя города такие ценные с точки зрения швидских святынь, священных мест, но они не были достаточно независимыми, так как были, ну, не были, а находятся близко к Багдаду, и там смешанное население, то есть там большая сунницкая община также существует. Теперь остановимся на, собственно, процессе перехода в шиизм кочевых племен. Мы имеем информацию о том, что, скажем так, дата, которая нам позволяет сказать, что конкретному моменту шиитами стали такое-то количество людей. Это список племен, недавно принятых шиизм, составленный сунницким алимом из Багдада, Ибрагимом Аль-Хайдари. До этого племена, собственно, были номинально суннитами. На самом деле, как я понимаю, на уровне народной религии часто встречались смешанные взгляды. Просто они не были привязаны к какому-то религиозному лидерству, творились сами с собой иногда в отдельном клане. И, собственно, по умолчанию считались суннитами, так как жили в Османской империи. Вот, возможно, естественно, там происходило какое-то смешение или интеграция. Это очень интересный, кстати, исследовательский вопрос. В большинстве своем обращение племени сразу было неполным к периоду формирования монархии, то есть к 20-м годам 20-го века многие племена были, собственно, расколоты по признаку религии. Также некоторые племена пребывали из Аравии и, например, сразу принимали шиизм, в то время как старые немного откладывали это событие. То есть процесс, на самом деле, был достаточно неравномерным, варьировался от региона к региону, районах болот, центральном, южном Ефрате или районе реки Тигр. Но можно сказать, что несколько факторов привело к тому, что этот процесс ускорился в конце 19-го века. Это, собственно, атаки ваххабитов, становление Наджев и Кербела как крупных торговых городов в пустыне, изменение притоки воды в Ефрате и османская политика по отношению к племенам, которая, как сейчас я расскажу, способствовала тому, что они перенимали аграрный образ жизни. Остановимся немножечко подробнее. Активность ваххабитов приводила к усилению мотивации шиизских хулемов распространить жизнь среди племен. Некоторые племена переселились в Ирак, собственно, под давлением экспансии ваххабитов еще в конце 18-го века. И ваххабиты вторгались в Ирак несколько раз, два раза саждали Наджев, у лемов также достигали Кербелы, и, собственно, эти набеги показывали уязвимость жителей этих городов и, в частности, у лемов, потому что у них не было такой базы для мобилизации армии в случае атаки. И, соответственно, не было каких-то союзников из племен, которые могли бы служить такой армией. То есть они были в данном отношении достаточно уязвимыми. Более того, я уже ранее говорила, что и сами племена являлись иногда источником для этих городов, источником угрозы, когда они сами осуществляли какие-то набеги на них. Более того, даже когда племена конфликтовали с правительством в Багдаде, это тоже ставило под удар деятельность, которая приносила городам прибыль, а именно паломническую функцию и торговлю. Поэтому в данный период времени активизировалась именно политика самих алимов и самих жителей этих городов по обращению к племен в шиизм. И плюсом к этому можно назвать, что это увеличило базу людей, которые, опять же, совершали паломничество, жертвовали средства, приезжали в эти города осуществлять какую-то торговую деятельность. Второй фактор связан с, собственно, становлением Наджев и Кербела как крупных торговых городов, связан с циклом жизни почевых племен. Они в дождливый период жили в пустынных районах, с апреля по октябрь приближались к сельским обрабатываемым землям, что, в общем-то, совпадало с периодом сбора урожая. И когда построили канал Индия в 1803 году, который затрагивает и Наджев, и Кербелу, эти два города стали ключевые торговые точки в пустыне, что, опять же, неизменно приводило к взаимоотношению этих городов, в контактах этих городов с племенами. Строительство этого канала не только изменило положение этих городов, но и также привело к значительным экологическим изменениям в долине Ефрата в Ираке. В 1860-65-е годы он начал забирать активную воду из Ефрата, а уже в период с 65-го по 90-е вобрал в себя большую часть воды и изменил даже русло реки. То есть он стал той рекой, которая заканчивалась в озере рядом с Наджевом, что получилось сейчас название Бахль-Наджев. Попытки какие-то восстановить Ефрат в прежнем виде не увенчались успехом, и, соответственно, земли, которые стали вокруг канала, стали больше обрабатываться, как раз и привлекали те самые племена, которые решили для себя перейти к более оседлому образу жизни в той или иной степени. Я пыталась найти какую-нибудь красивую карту, чтобы наглядно показать изменения, вот эти вот экологические изменения. Нашла безумно интересные статьи по геологии, но не удалось мне найти никаких наглядных материалов. Так что если у кого-то, кто-то вдруг столкнется с такой хорошей визуализацией, то буду очень благодарна, если мне скинут. Но возвращаясь к нашей теме, четвертый фактор – это, собственно, политика османов. В 1831 году Османская империя возобновила прямой контроль над Ираком, закончив Мамлюкское правление и поощряла приобщение племен к сельскому хозяйству. Во-первых, это проявлялось в том, что очищались старые и строились новые каналы. Во-вторых, процесс ускорился в период губернаторства Митхат Паши, который поощрял создание земельных хозяйств с правом собственности, подпадающих к ходу налогообложения. Сначала как раз в районе Индии он способствовал тому, что индивидуальные владельцы приобретали государственную землю, уменьшая тем самым долю аренды феодальных земель. И тем самым эти кочевники, они как бы прикреплялись к земле. С точки зрения османских чиновников, такое прикрепление к земле считалось делает кочевников более цивилизованными, чтобы они тем самым больше следовали шариату, а не клановым традиционным институтам и каким-то обычаям, чтобы снизилась лояльность племенным шейхам в пользу лояльности государству. Но на самом деле, на практике новый закон, в общем-то, это позволил племенным шейхам стать крупными землевладельцами, потому что, ну, как обычно бывает, жители опасались, что новый закон был принят как попытка собрать побольше налогов или, например, ввести воинскую повинность. Часто перерегистрировали свои общинные племенные земли на шейхов или продавали каким-то городским спекулянтам. В результате шейхи превращались в таких, скажем так, получающих прибыль помещиков. И в данный момент как раз шейх становился таким посредником между своей общиной и правительством. Он был обязан перед государством сохранять спокойствие на своих землях, но это, тем не менее, это приводило к некой такой фрагментации племени. Оно становилось более стратифицированным в отношении социального положения людей. Выделялись роли, рос разрыв между бедными и богатыми. Отдельные семьи привязывались к своему кусочку земли. Часто это приводило к каким-то спорам за воду, землю. И также в данный период, в период всего этого процесса, происходили периодические восстания на данных территориях, потому что считалось, что правительство ограничивает власть шейхов, выставляет высокие налоги, пытается вернуть землю государству, выводит воинскую обязанность, что считалось попыткой власти установить свой контроль здесь, в частности. А что для улемов, то им, в принципе, как и правительству, в данный период было выгодно как-то утихомирить всю эту живую систему, утихомирить племена, потому что нужно было создать условия для безопасного паломничества улемам, а правительству, конечно же, нормальные условия для сбора налогов. При этом, что касается непосредственного обращения в шиизм, это, конечно же, не предполагало какой-то специфической процедуры, что вот данное племя, мы решили сегодня, что мы перейдем в шиизм. Нет, конечно, просто постепенно вот эти вот осевшие племена, они знакомились с ритуалами, традициями местных крестьян, начинали разделять их в какие-то представления о священном. В некоторых случаях люди просто следовали за своим шейфом, которому показалось привлекательным данные идеи, но не было какого-то единого сценария. Часто бывало такое, что некоторые саиды принимали шиизм. Понятно, что им шиитские традиции импонировали традиции в плане их представления о своем происхождении. И, соответственно, дальше за этими саидами шли отдельные представители общины и семьи в ремках племени. Для некоторых это был своеобразный протест против разбогатевших шейхов, которые стали феодалами, или протест против государства, которые периодически пытаются собрать больше налогов, ввести в воинскую повинность, оторвать человека от семьи и так далее. В целом, вне зависимости от мотивации конкретных семей, изменение стиля жизни от кочевому к оседлому приводило к необходимости поиска своей идентичности и места в обществе. И увеличивался контакт с городами. Соответственно, в основном с Наджифом и Кирбилой. А Наджиф и Кирбилой неразрывно связаны с шиизмом, с шиитской историей. Что касается роли улемов, то они также, в общем-то, пытались внести свою лепту в данный процесс. Конечно же, потому что мы уже поговорили о том, что это было им выгодно. Они отправляли так называемых уминов, правоверных, получивших религиозное образование в племена для знакомства этих племен с религиозным законом. Чаще всего это были не члены племени, которые вернулись, например. А это чаще всего были просто люди, которые отправлялись мучтахидами, марджами из Наджифа или Кирбилы как своего рода советники к шейху и помогали решать вопросы брака, наследства и так далее в соответствии с шиитской традицией. То есть таким образом традиция переходила в племенную жизнь. И хотя новые ритуалы, можно сказать, обогащали культурную жизнь племен, тем не менее они, что тут совпало, они не затрагивали традиционный этический принцип качевнической жизни. Поэтому долгое время и в принципе до сих пор зачастую шиитские религиозные законы существуют параллельно с традиционными племенными и варьируются, зависят от региона к региону, от племени, меняются от племени к племени. Поэтому до сих пор нельзя говорить, что произошла полная унификация. Но почему я сказала, почему так совпало? Потому что те традиции, ритуалы, которые, например, затрагивают мужественность, героизм, как, например, в случае Мама Хусейна, нашли, в общем-то, благодатную почву в традициях племен, в их представлениях о том, как... в их представлениях о жизни, можно так сказать. И в целом в 19 веке, в общем-то, не было еще такого, наверное, единого общества шиитской общины на этой территории, и не были определены сами интересы этой общины, но они начали формироваться, они начали оформляться в начале 20 века постепенно. Собственно, британский мандат и период монархии укрепили в глазах иракских улемов необходимость участия в политике для защиты собственных интересов, интересов общины, которую, как мы уже узнали, она как раз расширилась к этому времени. Они сконцентрировали в своих руках достаточно уже материального и харизматического влияния, которое только укреплялось с появлением жизни явлений, которые сейчас связывают с современностью, типа телеграфа, в 1860 году в Иране и Ираке. То есть, опять же, всегда поддерживалась вот эта связь религиозных центров. И Иран-Ирак, нельзя сказать, что среди религиозных деятелей была какая-то граница, которая им не давала общаться между собой пока в данный период. Усилялась не только власть иракских улемов, но и, собственно, зависимость их от событий, которые происходили в тех местах, где проживали их последователи. И также росла зависимость от каких-то материальных благ, которыми они пользовались в результате того, что у них были люди, которые следовали их учениям. И, соответственно, это вело к необходимости занимать позицию по поводу каких-то быстрых и стремительных изменений не только в иракском обществе, но и в иракском государстве, а также еще по поводу различных международных вопросов. Об этом мы тоже скажем. Потому что в этот момент ведущие Муштахейды Марджаия, которые жили на территории Ирака, они активно вовлекались в иранскую политику. И, наверное, точка отчета такой активной позиции можно назвать роль Мухаммеда Хасана Ширази, Мирзы Ширази в ходе табачных протестов в Иране, когда он выпустил знаменитую антитабачную фетву. При этом Ширази, судьба его фамилии, видно, что он родился в Ширазе и поначалу учился в Исфахане в Иране, но большую свою часть жизни провел в Наджафе и Самаре. Поэтому назвать его однозначно иранским или иракским Муштахидом, в общем-то, нельзя. Он такая международная фигура. И дальше, следующим важным периодом для иракских шиитов стала конституционная революция в Иране. Во-первых, в данный момент шиитскими Муштахидами были заложены теоретические основы их будущих отношений с государством, которым они будут придерживаться в период формирования монархии уже в Ираке. И происходило осмысление своей роли, осмысление механизмов защиты своих интересов, своей роли в противодействии иностранному вмешательству. То есть это был такой полигон для отработки поначалу идей, которые в дальнейшем могли быть применены на практике. И во-вторых, в продолжение, иракские студенты, алимы были активно вовлечены в обсуждение этих событий в Иране, часто делились на противоположные лагеря по поводу революции. И, опять же, этот период позволил вывести, собственно, размышления, теорию, идеи за пределы семинарий и попробовать воплотить их в жизнь. В Мухаммед Хусейн-Нейни, один из теоретиков иранской конституционной революции, был также активен в иракской политике и, собственно, жил в Наджихе, был противником британской оккупации. В 1909 году он сдал работу «Танбих алюма уатанзих алямиля» «Пробуждение ума, очищение веры». И важность этой работы заключалась в том, что была сформулирована, можно сказать, политическая теория, определяющая ответственность правительства перед шиитскими мучтахидами и принципы не только противодействия несправедливой власти, но и представительства самих мучтахидов в государственных делах, чтобы это не нарушало какие-то исламские принципы, шиитские принципы. Об этом это можно запомнить, потому что дальше мы увидим, как эта идея будет проявляться в иракской политике. При этом, поддерживая конституционализм, сами Марджа также выступали опосредованно, хотя, может быть, и, конечно же, они имели это в виду, они выступали в защиту своих основных спонсоров, а именно иранскую буржуазию, которая играла большую роль в обеспечении городов, Наджев и Кербелла, обеспечения этих семинарий. То есть они материально обеспечивали этих людей. То есть тем самым не только защищались идеи, защищались собственные интересы, в частности. В период Младо-Турецкой революции уже в Ираке появлялись новые возможности для образования политических ассоциаций, публикаций, журналов и так далее. И если революция в Иране, как я уже сказала, была некоторыми шрифтами, воспринималась как дело другого государства, то здесь уже перемены нельзя было игнорировать. И вот этот полигон, теоретический полигон, полигон идей можно было воплотить здесь и сейчас. В Наджеве между 1909 и 1911 годами издавались одна газета и два журнала. Два из них, то есть, по-моему, газеты и журналы были на персидском, а один на арабском языке. Это «Аль-Ильм». Он начал издаваться в 1910 году. И это был первый шрифтский журнал, который издавали в Ираке. Напомню, что самый первый начали издавать в Сидоне. Это был «Аллирфан» в 1909 году. И в добавлении к этому бурлению в интеллектуальном смысле, где-то с 1908 года известные мучтахиды начинают поступать на территорию международной политики и взаимодействия с иностранными державами. В октябре 1908 года три ведущих маржи мучтахида – Мухаммад Казим Харасани, Абдалла Мазандарани и Хусейн Мирзахалиль отправили обращение британскому, русскому, французскому и немецкому консулам в Багдаде с целью повлиять на ситуацию и отменить иранские концессии иностранцев. Также они неоднократно призывали к созданию иранского национального заемного фонда, который бы занимался выплатой иностранных долгов. То есть, опять же, вроде они находятся на территории Ирака, но при этом вмешиваются, если можно так сказать, в дела соседнего государства. В июле 1909 года группа мучтахидов во главе с сыном Харасани встретилась уже с британским консулом и угрожала объявить джихад России, если она не выведет свои войска с территории Ирана, простите. Прямая угроза была уже в октябре 1910 года послана Харасани российскому консулу. В октябре 1911 после оккупации Италии, Триполь и Бенгази была выпущена фетва против Италии. После того, как в октябре-ноябре 1911 года российские и британские вооруженные силы оккупировали часть южного и северного Ирана, мучтахиды священных городов проявили единство, и несмотря на все свои расхождения во взглядах на происходящее в Иране, и даже сходили слухи, что Харасани сам хотел повести освободительный поход в Иран. Ему согласились помочь племенные шейхи, то есть он собрал уже, можно сказать, армию, но поход не состоялся по причине его смерти. Ну, собственно, в 1911 году. В ноябре 1914 года британские войска высадились в Южном Ираке, и Басра была оккупирована к январю 1915 года, и, в общем-то, в этот момент джихад был уже объявлен почти в каждой мечети. По информации, которую приводит исследователь Схак Накаш, было рекрутировано почти 18 тысяч добровольцев из числа швейцкого населения, и они были подставлены под турецкое командование. А лидерами их были такие видные религиозные фигуры, как шейх Исфахани, Махди Аль-Халиси, Мухаммад Саид Аль-Хабуби, Мухсин Аль-Хаким и другие, вот вы их видите на слайде. Ну и нужно сказать, что вот эта активная роль шейхских муштахидов в период конституционализма и в период такого, скажем так, антиколониального сопротивления позволила им мобилизовать население и в дальнейшем, потому что это проявилось в дальнейшем в их большей политической вовлеченности по сравнению с суннитскими улемами Ирака. На этом этапе, собственно, для мучтахидов нахождение под властью немусульман казалось более неприемлемым, чем в составе Османской империи. Но это немножечко в какой-то момент будет меняться. Не все так однозначно было для остальных шиитов, то есть не только религиозные деятели определяли то, что происходило в политике, например, племена и их представители вели себя немного не всегда в русле желаний алимов. Интересно, что уже в начале второго десятилетия XX века в принципе священные города фактически контролировали представителей племен в таком административном плане. То есть было антиосманское восстание в 1915 году в Наджафе и два союза племен, а именно четыре шейха из союзов племен Зукурт и Шумурт контролировали, собственно, четыре части Наджафа. И пока британский контроль не был полностью установлен, британцы в принципе оставили все как есть. Даже платили им ежемесячные содержания. Затем в какой-то момент в феврале 1918 года для установления полного контроля над городом был отправлен британский офицер по фамилии Маршал, но он был убит вскоре в цитадели Наджафа. И с этого момента уже началось антибританское восстание в Наджафе. Наджаф был взят британцами в осаду, лишен доступа к воде, продовольствию, что привело к сдаче его в мае 1918 года. Кербелла долгое время контролировалась семьей коммуна. В 1916 году там также было антиосмонское восстание. Основными фигурами в племени были братья Фахреддин и Мухаммад Али. И британцы сначала обратились к ним и разрешили им заведовать делами города. Мухаммад Али был назначен британским представителем. Однако потом вскрылось, что из Кербеллы идут поставки провизии и необходимых средств турецким войскам, распортированным вдоль Ефрата. И в это все дело активно вовлечен, собственно, его брат Фахреддин. В результате этого Фахреддина депортировали в Индию. Брата сняли с должности. Сначала остальных представителей племени в целом не трогали, но потом лишили всех привилегий и, обвинив в антибританской пропаганде в 1917 году, они как-то вытеснили, британцы их вытеснили из политики. Таким образом, британцы уже, получается, к 1918 году прекратили вот эту историю полуавтономного существования Наджиффа Кербеллы и способствовали интеграции этих городов, установлению контроля и установлению контроля со стороны в дальнейшем монархии. В 1919 году британскими властями был проведен опрос среди влиятельных аракций о будущем страны. Нужно сказать, что в отличие от арабских шейдских торговцев, знатных людей и племенных шейхов, которые в целом поддержали продолжение британского управления, улемы из Наджиффа выступали за независимое государство. В Кербелле также в 1919 году была составлена петиция под влиянием Мирзы Ширайзи. Здесь на слайде приведена цитата из нее. Мы, жители Кербеллы, решили стремиться к защите арабского исламского знамени и выбрали одного из сыновей Шарифа Хусейна быть нашим эмиром вместе с советом, избранным народом Ирака, исполнять нормы, утвержденные улемами этого народа и заведовать его делами. То есть здесь как раз мы можем видеть влияние теории Найни и вообще влияние иранского конституционализма в Ираке. То есть фактически это такая монархия под контролем улемов. То есть нормы, законы должны быть одобрены со стороны религиозных деятелей. Далее важный факт заключается в том, что Мирза Ширайзи, он тогда стал, можно сказать, одним из самых влиятельных марча. Он выпустил фетву, в которой запрещал избирать правителям немусульманина. Это также было направлено на достижение вот этой вот цели. И за этим последовали петиции смешанных городов Казыми и Багдад, в которых также требовалось создание арабского исламского государства, возглавляемого мусульманским правителем, связанным избранной ассамблеей. И тут в целом интересы улемов и священных городов опять разошлись с интересных временных шейхов. Потому что в целом эти шейхи были не против продолжения британского правления. При этом недовольство иракских муджетахидов тем, что влияние в Британии, в Ираке и Иране растет, а также британцы вмешиваются в различные религиозные процессы, в буртаритные потоки, паломнические дела, привело в результате к восстанию 1920 года. И целью призыва муджетахидов было установление как раз исламского правления в Ираке, свободное от иностранного контроля. При этом данная мотивация не разделялась большинством шейхидов, которые, в общем-то, были, как я уже отметила, не против сложившегося положения вещей. Именно, наверное, с этого момента, с этого восстания, так как влияние Мараджи было велико, то есть возросло, и они могли уже соперничать с какими-то возможными вариантами правительства, были достаточно независимы в экономическом отношении, все последующие правительства, власть, так или иначе стремились подорвать их влияние и уменьшить связи священных городов с Ираном. Тем не менее, провал привел к потрясению серьезному для иракских муджетахидов, ссылаясь на то, что многие из них были иранцами, иранцами они предвзяты и так далее, британцы настояли, что их позиции не должны учитываться при решениях относительно восстания. И основными оппозиционерами, которыми были Исфахани, Найни и Халиси, так или иначе были высланы из страны. Халиси депортировали, он основался в Кумии, и в какой-то момент даже призывал передавать Хумс, который он собирает, ну, налог религиозный, Ирану для того, чтобы он укреплял свои вооруженные силы, и в дальнейшем это было направлено на борьбу с британцами и вот этим вот нелегитимным правительством. При этом их выдворение, конечно же, привело к уменьшению количества персидских муджетахидов, но также и появлению новых арабских имен. Мы еще поговорим о уменьшении иранского населения. Сейчас хотелось бы сказать, что также, возвращаясь к позиции шейхов, в общем-то, уже племенных шейхов, с установлением монархии их экономические позиции в целом-то укрепились, так как они получали некие привилегии по налогам, активно избирались в парламент. Как я уже говорила, они стали такими представителями своих племен в правительствах. И, в общем-то, и британские власти, и король пытались балансировать, искать баланс между отдельными шейхами, между их интересами. Попытки установить какую-то четкую иерархию, конечно, не получалось, что, в общем-то, было связано с тем, что не было такой, у королевской семьи в данный период не было политической, экономической базы в стране, а в период уже 30-40-е годы укреплялась позиции военных, которые происходили из среднего класса, и уже они получали дополнительное политическое влияние. Собственно, вплоть до революции 58-го года, так или иначе, был некий альянс между монархией и шейхами, то есть они пытались балансировать интересы друг друга. При этом повышение материального благополучия этих, скажем так, шейхов, которые недавно, относительно недавно перешли в шеизм, ослабляло их религиозную идентичность, то есть они становились частью элиты, подвергались распространению идей панорабизма, которые эти идеи часто противопоставляли себя шейхским уштахидам, ну как таким персидским агентам на территории Ирака. И тем самым, собственно, изначально вот это вот, не было такого, что была единая шейхская элита вместе и религиозная, и светская. Она была в какой-то степени разделена на религиозную и национальную. А интересы шейхов уже на этом этапе, они приходили в конфликт с интересами уштахидов. Возвращаясь к вопросу персов в священных городах, мы помним, что к началу 20 века 75% персов было в Кербеле, население, и где-то треть в Наджифе. Они сохраняли свое гражданство вплоть до 20 века, но формирование национального государства, пока еще подмандатного, подрывало их позиции. Ирак переставал быть тем пространством, куда можно было эмигрировать, так же просто, как в прошлом. Удар по статусу иранцев в Ираке был нанесен политикой иракского правительства и поддержкой арабского языка. И также британцы тоже способствовали этому. При этом иракские торговцы в Иране жаловались недостатком механизмов, защиты их интересов, так как сразу, в общем-то, не удалось прийти к договоренности двух стран. И ответом на это иракское правительство решило отменить все привилегии иранцев в Ираке. В 1924 году был принят закон об иракском подданстве, по нему все персы считались иранскими подданными, если в установленный срок не объявят об обратном. Дедлайн продлевался вплоть до 1928 года, и в 1927 еще было запрещено нанимать иностранцев на работу чиновниками. Собственно, уже к 30-м годам без иракского гражданства, хорошего знания языка, нельзя было быть даже судьей в религиозном суде. И в эти годы, в этот промежуток времени, как раз, получается, с 20-го по 30-й количество персов уменьшилось значительно. В связи с этими законами и в связи с тем, что некоторых оппозиционеров, в общем-то, выдавливали. В частности, например, в Кирбиле, как я уже говорила, было в начале века около 75% иранцев, то к 1957 году осталось около только 12%. В период монархии доступ шиитов к государственным постам был, собственно, главным источником межконфессионального напряжения, если можно так сказать. В правительство в основном включался только один символический шиит-министр в 1920-е годы, а на гражданскую службу или в различные администрации брали неохотно. В 1930 году курды, которые в тот момент составляли 17% населения, занимали примерно 22% высших правительственных постов, в то время как шиитов только 15%. Также шииты были недопредставлены среди учителей в государственных школах. Большинство учителей были, нужно отметить, что сирийцы или сунниты – выпускники османской образовательной системы. И, собственно, шииты испытывали трудности, чтобы проникнуть в государственную машину, которая, как это водится, была построена на системе патронажей и кумовства. При этом недопредставленность шиитов на управленческих постах могла быть также результатом нежелания самих шиитов занимать эти посты и тем самым служить нелегитимному правительству. Тут свою роль играли как раз аппозиционно настроенные мучтахиды по отношению к британскому присутствию. Некоторые провозгласили еще в 1920 году запрет на принятие правительственных должностей. Миржа Шаразиев как раз в 1920 году выпустил фетву, в которой объявил любую службу под британской властью незаконной. В 1921 году Махдих Алиси также запретил принимать предложения занимать правительственные посты и сотрудничать с неверными. И этот запрет оставался в силе до 1927 года. Часто вызывал дебаты по поводу моральности принятия предложения о работе. И тут нужно сказать, что перед такой моральной дилеммой ставились и те образованные амбициозные шииты, которые, в общем-то, стремились построить карьеру в светском мире, соглашались на работу, тем самым отстранялись от общины в религиозном смысле. Ну, то есть они отстранялись от мучтахидов, от марджаи, но не были полноценно принимаемы сунницкими коллегами. При этом постоянно лояльность шиитов и их арабские корни и преданность государству Ирака не раз ставились под сомнение сунницкими авторами, имеется в виду какими-то публицистами. Иракские власти всячески поощряли в дальнейшем идеи панарабизма, одновременно с этим дискредитируя призывы шиитских мучтахидов к исламскому единству. Еще одним камнем преткновения в данный период являлось сопротивление шиитов, как религиозных, так и нет, созданию регулярной армии и воинской повинности. Это считалось способом укрепить сунницкое доминирование, подорвать авторитет племенных шейхов, так как в памяти была живающая история повинности в Османской империи, когда военно-обязанные исключались на долгую жизнь общины. И при этом, конечно, в данный исторический момент рядовые в основном были шииты, офицеры нет, потому что их офицеры были из родом, если можно так сказать родом, из бывших османских военных или из рядов армии Шарифа. В течение 1920-х годов шиитские светские лидеры сотрудничали с британцами в противостоянии идее создания регулярной армии. И тем самым, сотрудничая с ними, они рассчитывали получить поддержку во вопросе распределения власти. То есть все равно амбиции не сохранялись. Ко времени окончания британского мандата на территории Ирака и подготовки к обретению независимости, шиитская беспокоенность их представительством во власти в дальнейшем только возросла. В 1932 году была составлена петиция к иностранным представителям в Ираке, при этом ее не дали опубликовать в самом Ираке. Она появилась в том самом журнале Allerfant. Документ был подписан исполнительным комитетом шиитов Ирака. И авторы требовали пропорционального представительства всех арабских конфессий, увеличение количества шиитов в студенческих делегациях, отправляемых за рубеж, бюджетные инвестиции в шиитские районы, выделение земель для обработки, в частности шиитам, пропорциональное распределение долгов, вакфа между сунницкими шиитскими религиозными институтами и свободы выражения. Составители петиции требовали проведения пребисцита под наблюдением Лиги наций, чтобы эта организация удостоверилась в жалобах, в их небеспочвенности. И несмотря на то, что петиция получила известность, в основном требования остались неотвеченными со стороны правительства. Попытки получить какую-то большую долю в правительстве с помощью конституционных механизмов, обращений, с помощью британской поддержки и так далее, уже к 1933 году переросли в протестные движения. Особенно это протестное движение возросло в результате переписи 1932 года, которая подтвердила шиитское большинство в Ираке. В 1933 году скончался король Фейсал, который часто, ну скажем так, помогал спускать пар в отношениях шиитов с правительством, периодически посещал шиитские регионы, представлял себя защитником их интересов, поддерживал различные начинания. И после этого отношение вот этих вот лидеров с правительством уже окончательно ухудшилось, и племенные шейхи уже обратились к мучтахидам с призывом возглавить вот эту оппозицию против правительства. В сентябре 1934 года правительство Али Джаудат Аля Юби распустило парламент и на следующих выборах не включило некоторых шиитских племенных шейков в списке кандидатов. Соответственно, они потеряли свои места. Тогда в багдадские, несколько багдадских юристов, шиитов встретились с Кашифом Аль-Гитта в Наджафе и вместе сформулировали манифест, собственно, который повторял требования вот того манифеста из Али Рфана, который я уже озвучила. Это привело, ну, естественно, никакого прогресса не возникло, и это привело к тому, что в 1935 году вспыхнуло восстание, оно ничем не увенчалось в целом. Стало только ясно, что среди шиитов Ирака есть разные группы интересов, нет политического лидера, ни светского, ни религиозного, и те, и те достаточно разрозненные и различаются своими идейными ориентациями. Ну и в 40-е, 50-е, в общем-то, безуспешно продолжалась, ну, такая, можно сказать, позиционная борьба за большее представительство. Вот, в целом, этому способствовало то, что увеличалось количество молодых образованных шиитов в городах, которые уже к тому времени уже обладали достаточными компетенциями, чтобы обладать, занимать управленческие должности. Конечно, до этого момента раньше такого количества образованных в административном отношении людей в общении было меньше. В основном они же, конечно, представлялись в хозяйственные регионы. И здесь я хотела бы затронуть тему образования, его развития в шиитских регионах в данный момент, назвать несколько таких известных имен. Уже в период ранней монархии представители шиитской общины стремились получить доступ к государственному светскому образованию, государственным школам. Только к 1920 году не очень многие представители общины, в общем-то, имели это образование. В частности, некоторые просто получали, учились в Абагдаде, в Мадрес-Аль-Джафари, которая была открыта в 1909 году. И здесь опять же есть такая немножечко, наверное, тянущая назад роль именно представителей из религиозных лидеров, которые, в общем-то, не очень поощряли родителей, когда они стремились отдать государственные школы. То есть они были заинтересованы в все-таки посещении своих образовательных учреждений. Но хотя позиция министра образования в 20-х годах уже не очень такая была важная должность, она была закреплена фактически за шиитом, влиятельней, намного влиятельней из шиитских министров был Сати Аль-Хусри. Он был начальником управления образования Ирака с 1923 по 1927 год. И как можно найти в мемуарах, он, в общем-то, был не очень высокого мнения о шиитских деятелях в образовании. При этом сам получил, он закончил светскую школу в Стамбуле, о его коллеге, имеется в виду шиитские министры, какое-то там религиозное медресе в Ираке. Поэтому между ним и вот этими шиитскими министрами образования был, скажем так, большой культурный и, можно даже сказать, философский разрыв. Шиитские чиновники тоже были не очень о нем высокого мнения, считали, что он ничего не понимает в иракском обществе с его региональными особенностями, племенной структурой. Более того, их раздражали слишком малые ресурсы, направляемые правительством для развития образования в шиитских районах. И, как я уже упоминала, малое количество студентов шиитов, которых включали в состав делегации за рубеж. При этом Хусари, он выступал за централизованную систему школ, которая бы администрировалась из Багдада. А его оппоненты за децентрализованную систему, которая учитывала бы региональные особенности сельского населения и обеспечивала равный доступ ко всем к образованию. И вот здесь вот интересная роль короля Фессала. Он в 1921 году предложил создать школу для детей племенных шейхов. Уже подготовили программу, которая включала обычные предметы и сельскохозяйственные дисциплины, а также внеучебные занятия, которые связаны с племенной культурой. Однако, эта затея была спущена на тормозах как раз благодаря усилиям Хусари, который убедил короля бросить эту затею и строить вот эту террористическую систему школ. Одним из самых последовательных оппонентов Аль-Хусари был Мухаммад Фадиль Аль-Джамали, мы его тоже можем видеть на слайде. Он получил педагогическое образование в Багдаде, учился в американском университете в Бейруте, защитил диссертацию по бедуинскому образованию в США и впоследствии даже был премьер-министром и министром иностранных дел. То есть он был такой фигурой, с которой писатель Хусари пришлось считаться. И уже к середине в общем-то 30-х годов шииты приблизились к тому, чтобы фактически доминировать в Министерстве образования и в 27-м году Хусари покинул свой пост. Он еще был каким-то чиновникам в сфере образования, но недолго. Это позволило собственно шиитам продвигать экспансию, если так можно сказать, государственного образования в сельские районы в 30-х годах. И в промежуток между 30-м и 45-м годами количество учеников начальной школы в Ираке утроилось. Соответственно, в основном за счет шиитских районов. А количество учащихся средней школы увеличилось в 6 раз. То есть опять же за счет вот этих вот шиитских районов, где раньше школы в общем-то не было государственных. При этом в данный период шиитские власти конечно отвечали иногда на давление и постепенно увеличивали количество шиитов в правительстве, но при этом нужно отмечать, что одновременно с этим и увеличивался масштаб бюрократии. Поэтому хотя количество шиитов в правительстве удвоилось с 18% в 20-х годах до 36-ти в 50-х, тем не менее они составляли менее половины министров. И тут я бы хотела перейти к следующей теме. Это каким образом коммунистическое движение в Ираке, идеи, которые продвигались в коммунистической партии, они уже в 50-х, 60-х годах повлияли на развитие именно шиитской, как исламской мысли по отношению к политике самих мучтахидов в политике, если повторять раз слово политика. Мы уже проконстатировали рост количества образованных из сельских районов, и это вело к тому, как бы это образование, оно не материализовалось в какие-то блага. И поэтому уже в 50-х годах среди шиитов Ирака распространялись коммунистические материалистические идеи. 44, почти 45 процентов членов коммунистической партии Ирака были шиитами. Учителя, врачи, разного рода интеллектуалы занимали в партии различные посты и к концу 50-х около 2% имущих имущих. Они апеллировали к тому, что к концу 50-х годов около 2% имущих рабцев обладали двумя третями всех сельскохозяйственных земель. Поэтому основной целью коммунистов была реформа системы аренды земли, распределения земель, крестьянские кооперативы и так далее. То есть, тем самым они получали симпатии широкого шиитского крестьянства. Они поддерживали сиркуляризацию, исходящую от государства инициативы сделать религию вопросом частной жизни и исключить влияние духовенства в вопросах политического представительства, образования и семейного права. Соответственно, этот факт приводил к ответу со стороны ортодоксального шиитского духовенства. Можно сказать, что эту борьбу с коммунизмом возглавил Саид Максим Аль-Хакимов, но вы его можете видеть на слайде. Он выступал против любой земельной реформы и тем самым в принципе защищал интересы крупных землевладельцев, которые, в свою очередь, многие из которых поддерживали благотворительность унаджевские семинарии. Аль-Хаким настаивал на том, что реформы нарушали исландские основы частной собственности. Он называл земли, которые распределялись в соответствии с правительственной экономической реформой, землями, забранными силой, и выпустил даже фетву о том, что недопустимо молиться на данных землях. При этом книге приводит Рула Джурди Абисаб, что зачастую, когда сталкивались интересы, когда коммунисты сталкивались с проблемами с властями, не религиозными, а вполне себе светскими, то жители наджев, в общем-то, зачастую прикрывали их, потому что в одних и тех же семьях, в разных поколениях встречались люди с религиозным бэкграундом и, скажем там, их дети, внуки, которые ратовали за вот эти материалистические идеи. К тому времени выражение шеи и шуи, означающее, что типичный шеит-коммунист стало популярным в 50-х, 60-х годах и, собственно, показывает, как религиозная и этническая идентичность преподносились в националистическом дискурсе уже к тому времени насиристов и басистов, выступающих против коммунистов. Они преподносили коммунизм как типичный шиитский феномен, предполагая, что шииты были враждебны арабской культуре, имели тесные связи с персидской культурой, при этом коммунисты выступали против буржуазной национальной культуры и превозношения арабской цивилизации. Таким образом, получается, что шиитские коммунисты представлялись светскими правительствами антиарабскими, в то время как со стороны религиозных властей они представлялись как атеистами и, соответственно, не отобряли распространение этих идей. В 1959 году, уже после переворота, Абдул-Керим Касемом был выпущен кодекс о личном статусе, который сигнализировал о новом этапе секуляризации в области семейного права, брака, развода, наследства. Его, конечно же, приветствовали коммунисты, но нельзя, тем не менее, говорить о том, что среди рядовых членов коммунистической партии в то время был распространен атеизм как таковой, потому что считается, что идейные атеисты существовали в основном в рядах теоретиков, но они как бы составляли публичный образ партии. При этом журнал Кифах-эль-Шааб «Народная борьба», издаваемый с 1940 года, часто использовал лозунги не из коммунистического манифеста, а из Имам-Алии, и вряд ли это было сделано специально, чтобы привлечь последователей. В Кирбилле коммунисты участвовали в процессе на шуру, повторяя народные стихи, дополняя их какими-то левацкими смыслами. При этом, конечно же, были, как я уже сказала, идейные секуляристы, которые говорили, что участие в подобных целях море, должно быть временно, но и должны постепенно со временем эти институты все уйти. Но для многих марксизм стал такой секуляризованной формой миссионизма, а именно представление о какой-то достижении справедливости, материального облегчения, духовной реализации и так далее. Некоторые просто видели шиизм среди коммунистов, шиизм как средство политического протеста. Некоторые пытались адаптировать представления, шиизские представления к политической и экономической борьбе, что, в общем-то, естественно, также раздражало богословов из Наджифа. Из Наджифа. Ну и Кирбилы, соответственно. Собственно, скажем так, обвинение отрицания коммунистов стало богословами, стало ответом скорее на установки марксизма, ленинизма и формальные какие-то там, в том числе и советские декларации по поводу религии, чем проявление вот этого атеизма на земле. В 1960 году Мудшахид Мирзам Махди Арширази сдал несколько фетв, объявляя коммунистов богоходниками, утверждая, что даже мясо, продаваемое коммунистам, запрещено для мусульман. Вопрос о коммунистической ереси принял окончательное чертание в результате деятельности, как я уже говорил, Мухсина Аль-Хакима и его последователей, которые создали Джамат Алюляма Фельнаджаф Аляшраф. Собрание Улемов Наджафа это было в 1958 году. Уже к 1959 году сам Касым осудил коммунистов и после этого уже и Улемы не сдерживались в своей такой политике, то есть в данном случае их интересы их позиция совпала в некоторых хотя бы частях в некоторых отношениях с позицией правительства. В 1960 году Аль-Хаким выпустил фетву некоторые правда пишут, что неофициальную я не очень не получилось мне найти точное подтверждение в ней в этой фетве он объявил коммунизм неверие безбожием безбожием ересью то есть Куфыр Уа Эль-Хад и также были изданы аналогичные фетвы от других Улемов сразу почти после этого и в 1963 году Аль-Хаким объявил коммунистов Муртаддун то есть отступниками от ислама которые уже как бы должны нести наказание при этом небольшая часть Улемов считала борьбу с коммунизм предварительным условием для привлечения молодежи к революционному движению на раздающегося исламизма любопытно что именно эта группа также была и против интеллектуального консерватизма например Аль-Хакима и в целом такой индифферентности марджаи к различным социально-политическим швидским проблемам внутри страны и за ее пределами при этом нельзя сказать конечно же что Мухсин Аль-Хаким был аполитичным просто действительно у него были определенные цели которых он для себя и своих последователей добивался в частности недопущение какой-то такой глобальной секуляризации и в сельскохозяйственные реформы иначе же ресурсы для семинарий для развития они значительно уменьшились Переосмысление политики старой школы мачтахидов и своеобразное возвращение ислама как политической программы в 60-70-е года в целом проходило в рамках общего исламского возрождения и можно сказать что популярность классовых концепций была шагом к тому что социально-политические права людей начинали рассматриваться также исламской точки зрения уже в таком скажем так новом измерении с учетом существующего вот этого существующей истории популярности этих материалистических идей в обществе и для шрицких общин эти процессы имели еще некоторые особенности в частности вынужденность полемики с панарабизмом все еще отсутствие во многом равных экономических политических прав для шрицких общин и большой демонстрационный эффект от исламской революции в Иране при этом появлялись новые имена в Ираке в Иракской среде так Мухаммад Бакер Асадр его ученик Мухаммад Хусейн Фадлала о котором я рассказывала в лекции по Леванту не останавливались на задаче Мухсина Аль-Хакима противопоставить просто противопоставить ислам коммунизму а как-то вновь и как-то вновь популяризировать религию они хотели скорее вдохнуть новую жизнь в религиозные институты чтобы ислам мог стать полноценной программой для общества появившаяся примерно в 1958 году партия Дава стала удобной платформой для достижения этих целей она официальное объявление у ее образования было сделано в 1967 году но считается что она примерно оформилась уже в 1958 при этом нужно отметить что Саид Махди Аль-Хаким сын Мухсина Аль-Хакима также стоял у истоков этой партии то есть можно здесь видеть вот такое поколенческое поколенческий феномен естественно старшие были в курсе всего и Аль-Хаким старший в целом опасался он видел в активности Бакера Садра в целом Бакере Садре большую большие перспективы и опасался что его активность в партии может навредить его авторитету Марджи в Наджифе и в шрицком сообществе в целом поэтому возможно под его давлением считается что под его давлением Садр дистанцировался по крайней мере официально от деятельности партии уже в 1961 году как раз в период между революцией 1958 года и вторым приходом к власти Бааса в 1968 с разочарованием в результатах революции сам ислам начал привлекать светских иракцев опять возвращать надежды образованных молодых шиитов что революция и приверженность коммунистическим идеям как-то перевернется ног на голову сложившийся политический порядок изменит жизнь в целом не оправдалась и они продолжали испытывать трудности с доступом к постам и ресурсам постепенно закат популярности коммунизма подтверждается тем что бедный квартал Багдада который сначала назывался квартал революции Хайя Асаура потом город Саддама Мадина Саддама сейчас носит название города Саддрам Мадина Саддрам он в 50-60-х годах был цитаделью просто коммунистической партии но он всегда был достаточно бедным кварталом а в 60-70-х это уже был главный опор партии Дао ну вряд ли что люди одни люди уехали другие приехали просто происходила переоценка немного переоценка вот скажем так ценности идеологии которые возможно каким-то образом могут изменить жизнь в частности в этом бедном районе ну и тут надо наверное сказать отметить что Мадин это Саддр это не в честь собственно Бакера Саддра а в честь Мухаммада Саддика Саддра его двоюродного брата и отца Мукдады Саддра который сейчас уже популярен в этом районе уже после свержения Саддама то есть опять же одни ну как бы поколения меняются и меняются меняются идеи вот на примере вот этого Саддр Сити это очень хорошо демонстрируется и здесь хочется сказать о каких-то интересных идеях которые представляли собой альтернативу то тут конечно же нет никакой конкуренции нужно назвать имя Бакера Саддра чьи подходы раскрывают в общем-то диалектическую природу можно так сказать между марксизмом и политическим исламом он родился в 1935 году в арабской шлицкой семье с родственниками в Ливане Ираке Иране то есть опять же семья очень транснациональная вырос в Аль-Казамии когда ему было 11 лет его семья переехала в Наджав там он получил религиозное образование соответственно вся почти его семья и двоюродные братья и отец то есть это очень семья Саддров она имеет очень долгую именно традицию мучтахидов в своей истории Бакера Саддра рано начал критиковать обчужденность марджаи политики и считал что они должны играть большую большую роль в социально-политической жизни общества он выступал в выступал в дальнейшем против правительства Саддама Хусейна что в результате привело его к казни в 1980 году но возвращаясь к идее к идеям с его точки зрения европейский империализм помешал исламу стать всеобъемлющей системой идей и практик каковой он был для людей с самого начала при этом капиталистические социалистические идеи взяли вверх над исламскими принципами и чтобы это изменить необходимы революционные изменения две его знаменитые книжки это наша философия в 1959 году публикован и наша экономика в 1961 Бакирасадр понял что для того чтобы соперничать с коммунистическими идеями необходимо обращаться к вопросам экономики социальной справедливости и государственного законодательства и поэтому говорил о необходимости исламской экономики которая помогла противопоставить себя неолиберальным ценностям глобального капитализма которые в данный момент уже главенствовали в мусульманских обществах и при этом интересно что уже тогда в левых кругах иногда проскальзывала идея о том что ислам в целом не противоречил социалистическим идеям также Бакирасадр надеялся что западные экономические модели могут быть заменены исламской которая имеет три основных свойства это разнообразные частные государственные формы собственности контролируемая экономическая свобода и социальная справедливость ну и вот как я уже упоминала исследовательницу Рулу Джорджи Абисааб она предполагает что последние как раз два признака второй и третий они представляют собой компромисс коммунизм так как отмечается необходимость ограничения частного интереса ради общего Бакирасадр Бакирасадр как и многие исламские мыслители отвергал постколониальное государство нации считал что оно должно быть заменено исламской моделью и еще интересная его работа в шести эссе которые получили название Алислам Якудальхайя Ислам направляет жизнь Бакирасадр рассуждал о принципах исламского управления и взаимоотношения марджа государства то есть марджа муштахид основной проводник для верующих после пророка и имама это такая усулистская традиция основная политическое преемство хиляфа доверяется тем кто является легитимным наследником среди угнетенных в уме и тем кто хочет изменить обстоятельства при этом имам защитник революции которая приведет к формированию в дальнейшем монотеистического общества которое преодолеет разные имперские европейские вмешательства секуляризацию и так далее а марджа это политический лидер для общины во время вот этот период угнетения то есть Бакирасадр утверждал что марджаи должна преобразоваться в своеобразный международный институт и семинарии должны модернизироваться и должны быть налажены связи между всеми шиитскими регионами для распространения знаний культурных различных проектов и политического активизма в частности но однако деятельность политически активных марштахидов уже во времена Саддама Хусейна столкнулась с интересами нового режима и как члены дауы так и активные политически религиозные деятельности подвергались репрессиям в 1969 году как израильский шпион был арестован Сейд Мехти Аль-Хаким в 1988 году он был убит между 1970 и 1985 были казнены порядка 40 религиозных деятелей в том числе Мухаммад Бакир Асадр его сестра Бин Тальхуда также в этом же году в 80-м членствах дауа было приравнено к государственной измене партия организовала как раз в этот примерный период она уже начала проходить свою трансформацию в такую подпольную организацию действующую против режима она организовала покушение на премьер-министра Арика Азиза и дважды на Саддама Хусейна и поэтому собственно уже не было никаких вопросов по поводу того как правительству как власти вести себя по отношению к этой организации из 70-го по 81-й год было депортировано решено гражданство по подсчетам некоторых исследователей порядка 150 тысяч человек под прилогом того что они были иранского происхождения и к этому добавлялись конечно же тот факт что сами многие религиозные деятели просто уехали в Иран опасаясь за свою безопасность ну и наверное я буду как я уже говорила я не хотела сегодня останавливаться на каких-то современных сюжетах хотел бы подвести такой наверное итог основные повторить основные вещи которые мне кажутся важными именно в отношениях между шиитами как светскими так и религиозными и разного рода властью которая существовала в Ираке начиная с Атаманской империи и заканчивая уже периодом до начала где-то там до 2003 года главный наверное тезис что отношения в общем-то с властью государством определяли историю шиитской общины в Ираке но это не был вопрос сунниты шиитских отношений то есть это был вопрос исключительно отношений шиитов к государству сунниты они немножечко убирались из этого уравнения ну как конфессия то есть это не социальный вопрос а скорее политический вопрос вот это я хочу сказать но подводя итоги нужно сказать что в период атаманской империи небольшая прослойка суннитского городского населения была вовлечена в бюрократическую систему управления но это очевидно почему-то после первой мировой войны британские колониальные власти опять же опирались на тех же офицеров которые служили в турецкой армии и тех кто присоединился к арабскому восстанию они признали при этом у шиитов было более сложное отношение к Великобритании в период Первой мировой войны я думаю что это отразило своей речи при этом во время военных действий на иракской земле шейхи и шиитские религиозные деятели во время Первой мировой войны воздерживались от поддержки англичан против мусульманской державы в том числе потому что их присутствие могло вести к ограничению власти экономических преимуществ шейхов и религиозных лидеров но крепкие связи англичан с иракскими суммитами обеспечивались тем что это было городское население с которым естественно было легче вести дела при этом по ходе революции 1920 года требовавшей независимости от Британии шейхи играли заметную роль и шейхи религиозные лидеры проявляли свою политическую активность и имели большое влияние на население в ну здесь можно вспомнить Мирзу Мухаммеда Киширази его федвы в период монархии нужно отметить что большую роль в идейном плане сыграла скажем так конституционалистская революция в Иране именно в идейном отношении в религиозной в частности среде каким образом должно выстраиваться отношение между государством и мучстахидами как какой каким должно быть государство каким должно быть законы вот и это обуславливало то что активно были вовлечены в иранскую политику представители Ирака представители иракской марджаи часто они пересекались в национальном отношении то есть много было персов в семинариях в Наджифе Кирпеле их количество начало уменьшаться уже по ходу укрепления и формирования иракской иракского национального государства в 50-е 60-е года стал популярен стали популярны в шиитской среде коммунистической идеи прежде всего из-за того что вот это сформированное большинство не перерастало в ну как бы количественный фактор не переходил в качественный то есть шииты не получали доступа к каким-то правительственным постам и не получали вот этой политической власти то есть не направлялись деньги на развитие регионов интересный кейс это система образования где все-таки все-таки удалось уже к 40-м годам перебороть вот эту вот тенденцию которая в принципе угрожала закрепиться в Ираке и в целом уже позже нужно сказать что в принципе басизм и арабский нациализм также привлекали шиитов в стадии своего революционизма тем что предлагали преодолеть вот эти конфессиональные различия страниц от западного всего западного однако даже видимое присутствие шиитов партии значительно уменьшилось после второго переворота в 1968 году аббас стал такой какой-то государственной партией в 1963 году 6 из 13 членов регионального управления бас были шиитами а к 70-му уже там не было ни одного шиита то же самое с советом революционного командования второго басистского правительства сначала там были шииты потом уже не включали ни одного шиита с примерно начала 70-х годов басистский режим начал наступление на шиитскую религиозную жизнь конфискуя собственность закрывая религиозные школы запрещая процессию и была возможность наверное если можно предполагать что можно было интегрировать изменить как-то политическую практику интегрировать шиитов но в целом была закреплена политическая культура которая существовала до этого когда я говорила что тенденции существовавшие на протяжении этой истории которые мы рассмотрели они продолжались и в конце 20 века вот как раз тут демонстрация этого и нужно отметить что в целом политика в то время сводилась к нескольким пунктам это отрицание конфессиональных предпочтений во внутренней политике осуждение швейских требований как разжигающих какую-то конфессиональную рознь и ослабление религиозных институтов подавление активизма с религиозной окраской при этом конечно же нужно отметить что на общественном уровне в социальном отношении в больших городах опыт взаимодействия сосуществования между различными общинами в целом было позитивным существовали долгое время смешанные районы в Багдаде отношения определялись преимущественно в общем-то классами профессиональными и в общем-то межрелиозные браки в целом не являются какой-то такой исключением из общего правила наверное это все что я хотела сказать да я забыла в конце сказать о том что активные все-таки международные контакты религиозные религиозных деятелей рака существовали не будем говорить за всех шиитов вот потому что большая община и опять же возвращаясь к их вовлеченности в процессе в Иране и в регионе в 20 веке и раньше все это естественно играло на руку настороженной такой позиции властей по отношению к данной общине то есть это была такая проекция на всю общину хотя не всегда интересы свою в один период шейхов алимов совпадали в другой период каких-то светских деятелей алимов совпадали вот в целом можно сказать что к 2003 году учитывая весь исторический багаж можно сказать что суннит как бы был иракец по умолчанию просто житель страны а шейхов уже как-то был неким обладателем некого бэкграунда в отношении к государствам которое в его же глазах его и выделяло вот спасибо большое если возможно есть какие-то вопросы да большое спасибо Наталья Александровна за такой интересный содержательный доклад если есть у кого-то какие-то вопросы комментарии замечания уточнения вы можете поднять руку здесь есть такая функция реакция есть поднять руку опустить руку можете написать в чат свой вопрос либо включить микрофон и задать вживую большое спасибо да вот я вижу вопрос от Ольги Линичной Брусиной да можете включить микрофон огромное спасибо за прекрасный доклад где так все подробно расписано и действительно создается целостное впечатление о развитии шиитских в общем шиитов в Иране в Ираке и вот такой вопрос связанный с Ираном вот вы говорили о вовлеченности в иранскую политику как бы вы охарактеризовали отношения шиитов Ирака и Ирана что вот Иран а это ориентация на Иран или влияние Ирана или вот вовлеченность можно ли каким-то другим словом заменить и как это сочеталось и менялась ли во второй половине 20 века вот эта вовлеченность в иранские дела и можно и как это сочеталось с панорабизмом и арабским национализмом о котором вы говорили большое спасибо 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 большое за вопрос на протяжении вовлеченностью на протяжении вот истории мне кажется поначалу наверное даже нельзя разделять возможно как-то если говорить особенно о религиозных деятелях нельзя разделять иракских мучтахидов алимов и иранских они всегда действовали они всегда взаимодействовали они всегда как-то подхватывали переосмысливали идеи друг друга в период когда Ирак был на территории это было на пересечении интересов северского Ирана с Манской империи всегда как бы и то и то влияние было на этих территориях то есть я думаю что это всегда была позиция ну такая наблюдение за тем что происходит что происходит у другого вот что происходит в других школах религиозных по отношению к каким-то хороший вопрос как на это как к этому относились скажем так менее менее религиозные шииты уже в 19-20 веке были такие которые смотрели на события в Иране как события в каком-то другом государстве просто у них не было вот этой вот привязки к вот этим транснациональным религиозным связям все-таки большую роль в развитии идей играло взаимодействие различных школ в Исфахане в Куме в Наджафе в Кирбиле то есть все это как бы все это все эти идеи взаимодействовали друг с другом и естественно и люди тоже перемещались из Ирана переезжали в Ирак и там начинались какие-то проблемы в Ираке переезжали в Иран кто-то там вообще уезжал в Кувейт кто-то возвращался к родственникам своим в Ливан то есть это всегда была такая среди мудштахиды среди алимов это всегда была такая подвижная система так и вторая часть вопроса про конец 20 века тут я думаю что так как уже после 80-х годов более-менее такую активность политическую немного задавили все кто все кто мог и не хотел мириться они старались все-таки уехать вот и часто этим направлением иммиграции был как раз Иран потому что там представители людей которые считали себя позиционерами они чувствовали себя там более-менее в безопасности и там и получили более религиозное число религиозные члены партии Дауа они там обосновались кто-то уехал более светский кто-то уехал на запад но в целом взаимодействие оно мне кажется в общем-то и было всегда и продолжается то есть нельзя сказать что 2003 год изменил все нет на самом деле нет большое спасибо я еще по поводу арабского национализма да точно по поводу арабского национализма просто вот как раз эта идея арабского национализма и связи контакты активные контакты религиозных деятелей Ирака и Ирана они ставили по умолчанию как-то помечали всех шиитов что они вроде как не очень хорошие арабы вот ну то есть поэтому мнение распространялось на всю общину хотя в целом были многие шииты поддерживали изначально эту идею просто не находили скажем так поддержки со стороны тех людей которые считали что это они имеют право на эту идею очень интересно я вот я не помню точное название точное имя и название книжки в наверное в сороковых или пятидесятых годах очень много было сирийских учителей в Ираке они как раз ну короче приезжали и работали на территории Ирака и вот один представитель один сириец он написал какую-то книгу по-моему в которой как раз говорил о том что арабское это ну как бы арабское это то что продолжает традиции амиядов вот то есть это непрерывная такая традиция и непрерывно сунницкая традиция и на эту книжку очень было сильное и раздражительное влияние ну собственно всех уже к тому времени созревших шрицких интеллектуалов потому что почему их всех как бы исключают из этой истории то есть была достаточно громкая история я к сожалению вот сейчас не вспомню навскидку как звали того самого автора но в целом много таких публикаций было и дискуссия была что какие-то такие возможно немножечко продвигатели иностранного влияния в стране хотя на самом деле не все конечно же были заинтересованы как-то вообще в иранской политике ну убыватели надеюсь ответил вам вопрос может быть отлично очень интересно большое спасибо есть ли у кого-то какие-то вопросы комментарии замечания уточнения поднятых рук я не вижу а вот от мир мигди ага зада вот вопрос уважаемый наталья александр благодарю вас за интересную лекцию как известно в Иране существует своя форма шиизма шаридским маслом вопрос следующий отличается ли иракский шиизм от иранского но здесь но здесь нужно наверное мнение какого-то больше религиоведа но мне кажется на самом деле не очень в основном различия проходят в области каких-то практик вот в основном то есть но эти же практики они различаются и в Иране там от региона к региону и в Ираке от региона к региону то есть на самом деле в основном принципы принципы религиозные принципы одни и те же вам большое спасибо так вопросов я больше не вижу и поднятых рук тоже не вижу тогда мы будем заканчивать так как спасибо большое я тут немножечко скажу еще пару слов спасибо всем кто дослушал до конца надеюсь было полезно если я забыла промотать до конца презентацию почему-то да список литературы да и она больше не хочет этого делать вот можно посмотреть список литературы если в записи вы всегда можете потом остановить можете также если возникнут какие-то вопросы или что-то нужно будет уточнить или посоветовать какую-нибудь литературу книжку и так далее вы можете мне всегда написать я с удовольствием отвечу вот спасибо вам большое спасибо фонду бензины за сотрудничество всегда рада участвовать в ваших мероприятиях спасибо большое большое спасибо Даля Александровна до новых встреч до новых встреч всего доброго до свидания до новых встреч 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 Продолжение следует...